Родился я в 1916 году в Белоруссии, в городе Гомель. Жизнь была довольно скучная, голод. Тогда это Российская война, приятно известно. Белый, красный, красно-зелёный убили кто-кто кого. А на нас это отражалось, в первую очередь, кто страдал. Евреи виноваты, вовсю виноваты евреи. Ну и всё-таки я окончил среднюю школу, учёб продолжать было, трудно, материально было, очень неважно. Ну вот работал и смешно как будто, а в 18 лет я уже был начальник транспортного дела большого предприятия. Оттуда пошёл, ну это был спецнабор в пограничные войска. Пограничные войска считались самые-самые. Элитные. Да, и такой отбор был туда. Тогда было все стремились. Подносили зелёные фаражки, петелицы. Девушки правопады, когда видели такого героя. Я здесь прослужил на Польской границе западной. С первого района города Слудск. Местейская Тимковичи, как сейчас помню, это было одно еврейское местечко. Там было, в России жили где-то на краинах. С пост еврейским местечком. А кематор за 8 была граница польская. Вот и охраняли её. А когда освобождали, так называемое освобождение западной Бевросии и западной Украины, но границу перенесли уже, и когда польс разотрали на два куска по мирному договору Гитлера и Сталина, это были два друга, ну да, они были точной копией друг друга. Один убийца, второй убийца. Нас здесь перевели уже в запад, туда в Польшу, где по картам считалось, когда-то западная Бевросия, но мы под шумок отхватили и кусок Польши тоже. Есть такой город Бевосток. Тоже одни евреи. Это интересно. Вот, поляка будет там процентов 20, может не больше. И вот это и там прослужили на этой границе только два года. И война меня заставила право на границе. Ну и когда немцы напали, пограничники были первые, первые пули, первые стороны попали к нам, на нас вернее. И с нашей погранзаставе нас было 101 человек, остались живые только у нас двое. Потому что немцы промой наводки стреляли, про там, где границы они далеко друг от друга, пограничная зона, ну, метров 400-500, не больше. Мы-то не были готовы к войне совершенно. А немцы вели землицы подготовленные. Ну и нас был, как куропаток на охоте, не охотник, а, так вот, я вам скажу, как стреляет охотник куропаток на выбор, так и нас стреляли. Ну и они в течение там трех-четырых минут вот с нас, арабистра, немцы расправились. А мы вдвоем, как-то мы, оказались в окопчике ближе к лесу, и мы бы смогли как-то уползти. Вот. Ну, значит, мы там затаились в кустарнике и наблюдаем. А немцы потоком пошли. Это... Я такого потока не видел, в этом с войну. Беспрерывно потоком. Танки, артиллеры, патеризированная пехота, самолеты столько стало, темно стало на земле. Одни Мессершмитт, парнированные, и бомбардировщики летели, куда они летели, тут бомбить центральные города России, Советского Союза виноват. Тогда России не было, Советского Союза. А потом, когда... Нет, они беспрерывали с Лиднем и Номовичем. Ну, сколько миллионов пришли солдаты разного рода войск, немецкие. А потом одна колонна прошла, остановились, остановилось, двое солдат, ведь это не знали их знак отличия, это немцы. Вот. Потом, потом и стали узнать, это СС. Через месяц до, мы же разбирались, разбирались в этом деле. сошли двое, таких вот, рукава засытенные, шарка, народ упитанный, потому что Гитлер, Сталин, их обильно кормил. Вот. Ну и сошли, прошли по нашим товарищам, которые лежали, и просмотрели, тот живой, еще и раннейший, и вот просто пристреливали. По миску, сто любви это видели. А что могли сделать? Ничего не было. И говоря уже, понимаете, о автоматах, у нас и рожи, это были времен, эпохи 1891 года. Вы можете представить. Небо приоружался в самый последний мод для его самый последний вид оружия. А надо было такие рубинтовки. Ну, что у меня такое. Ну, укол в левый лес что-нибудь оставалось сделать? Продолжение следует...